Спонсорами настоящей программы являются друзья и партнёры Kingdom Connection. Здравствуйте и добро пожаловать на программу Kingdom Connection. Я Джейн Дзен Франклин. Я искренне хочу поблагодарить вас за то, что вы позволили мне сегодня оказаться в ваших домах. Прошедшие выходные студенческой конференции 2011 были невероятными. Было поистине удивительно наблюдать, как тысячи студентов изменялись, преображались благодаря славе Господа. Наблюдать такое чудо – большая честь для меня сегодня. Я хочу поделиться с вами особым посланием, которым Бог наделил моё сердце. Вы наверняка заметили, что космическая хирургия во все времена была популярной. Всё больше и больше людей прибегает к космической хирургии, чтобы сделать свой физический образ идеальным, убрать дефекты и шрамы. Сегодня я хотел бы поговорить о дефектах и шрамах вашей жизни, вашего духа, ваших эмоций и вашей души. Всё это лишает вас радости. Вы даже можете начать презирать самого себя. Сегодня я с вами, чтобы рассказать о хирурге, настоящем мастере своего дела. Он может принести свежесть в вашу жизнь, лишённую сил. Он обновляет, как говорит Писание. Я думаю, что сегодняшнее послание расскажет вам о силе Господа, обновлении наших жизней, восстановлении наших жизней, приобретении семьи и семейного чага, брака и даже наших мечтаний, и даже в создании нового облика. Так давайте послушаем сегодняшнюю проповедь, и пусть Слово Господа будет сегодня с вами. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему «Если вам нужен новый облик». Общество уделяет большое значение внешнему виду человека, особенно современное общество. Оно всегда ставит людей в зависимость от того, как мы выглядим внешне. С повышением внимания внешность и особая популярность завоевывает пластическая хирургия. Только за последний год более 10 миллионов людей легли под нож хирурга, чтобы сделать свою внешность лучше. Повышенное внимание к внешности также вызвало новый прилив телевизионных программ и шоу на эту тему. Одно из них называется «Гадкий ученок». В этой передаче в качестве героя выбирают гадкого ученка и превращают его в прекрасного лебедя. Другая, очень популярная передача называется «Экстремальные перевоплощения». Удивительно интересно посмотреть на эту передачу. Даже канал MTV не обошел вниманием эту тему и выбрал в качестве целевой аудитории подростков. Ну, и у канала есть передача. Была раньше, я думаю, она идет и сейчас, называется «Хочу лицо, как у звезды». Можно продолжать и дальше. Теперь даже подростки думают о реконструктивной хирургии, чтобы выглядеть так, как их кумиры, как Бенса или Бритни Спирс или Брэд Питт. Но истинная причина, по которой люди хотят сделать пластическую операцию, им просто не нравится, как они выглядят. Они не нравятся сами себе. Им нужна поддержка. Им нужно что-то, что поможет им полюбить себя. Иногда проблема не в глупом самодовольстве человека, а в его реальном ощущении своей некрасивости. А он думает, я потерял уверенность в себе, но если все исправить, я буду себя чувствовать лучше. Я думаю, что такое состояние отражает духовное состояние человека. Грех делает нас уродливыми. Грех лишает нас удовольствия и разрушает нашу самооценку. Грех заставляет нас ненавидеть себя, ненавидеть потому, что, когда мы живем в грехе, пристрастие, мы испытываем чувство вины за это. И мы начинаем ненавидеть, кто мы есть, презирая и видеть только отрицательное в нашей жизни. Со времен падения человека в райском саду, Адам и Ева, да и все люди, очень нуждались в полном перевоплощении. Им был нужен новый облик. Я рад, что могу сегодня сообщить вам о талантливом хирурге, который специализируется на реконструктивной хирургии. Он делает операции без рук. После его операции не остаются шрамы. И имя этому хирургу – Иисус Христос. Он может полностью вас изменить. И если вы устали от того человека, кем вы сейчас становитесь, если вы устали от того, что вы делаете, если вы устали жить в грехе, Иисус Христос может все обновить. Он может полностью вас изменить, дать вам совершенно новый вид, абсолютно новую жизнь и новый взгляд на жизнь. Я говорю о Спасителе, который может дать вам силы никогда больше не притрагиваться к алкоголю. Я говорю о Спасителе, который может освободить вас от наркотиков, и вы никогда больше не вернетесь к этому человеку. Каким вас сделали наркотики? Я говорю о Спасителе, который даст вам такие силы, что вы никогда не будете больше прежним. Многие люди, раздумывающие о пластической хирургии, боятся этой процедуры. Они в ней не уверены. Для того, чтобы повысить вашу уверенность, у хирурга есть портфолио с клиентами, с которыми он работал. Это нужно для того, чтобы вы были уверены, что результат не будет таким же, как с носом Майкла Джексона. В портфолио у этого врача фотографии людей, которым он успешно изменил внешность. А я сегодня хочу показать и рассказать вам о некоторых людях, клиентах в списке Иисуса Христа. Я размышлял о Самарянке у колодца, о том, как она постоянно пыталась скрыть свои грехи и ошибки. Она была замужем пять раз, в нее был шестой мужчина, но она пыталась скрыть это при разговоре с Иисусом Христом. Но, неожиданно, Иисус словно хирург подтягивает ее лицо. Он начинает снимать с нее маску, за которой она пряталась и притворялась. Иисус начинает повышать в ней веру. Он пытается добраться до самого сердца, ее истинной сущности, добраться до того, кем она могла стать. Именно в этом нуждаются и некоторые люди здесь. Нам нужно открыть наш духовный мир, снять маски. А некоторые из вас надели на себя маску крутого. Я слишком крут, чтобы молиться Богу. Вы слишком крутые, чтобы поднять руки и поклониться Господу. Но, когда Он владеет вами, Он сможет полностью изменить вас, и вы потеряете свою гордость. И Он снимет эту крутую маску с вашего лица. Аминь. Мне хотелось бы рассказать вам что-то. Вы не крутые, если вы не благословляете имя Бога. Мне не важно, чем вы занимаетесь. Вы пришли сюда ради Его славы. Вы пришли молиться. Кто верит в великодушие Бога? Воскликните! Мы служим Богу, который может делать реконструктивную хирургию. Иногда люди хотят исправить что-то одно. Так бывает почти всегда. Они не хотят менять все свое тело, но только одну часть. Мне не нравится мой нос. Терпеть не могу свои пущеглазые глаза. Мне не нравится то или вот это. И все эти люди укажут только на одну вещь, которую они хотят изменить. И это похоже на то, что произошло с Иисусом, когда Иисус однажды вошел в храм. Там был мужчина с парализованной рукой. Ему потребовалось обновление. Иисус подошел к нему и сказал, «Протяни руку». В этот момент ему нужно было принять решение, ведь он не сказал «Протяни свою парализованную руку». Он просто сказал протянуть руку. Мужчина просто мог протянуть свою здоровую руку. Так мы обычно поступаем. Мы не хотим, чтобы люди видели нашу слабость. Мы не хотим, чтобы люди видели нашу убогую часть жизни. Мы хотим, чтобы все видели нас идеальными, чтобы все думали, что у нас все замечательно. Но Иисус говорит «Покажи мне свою слабость, если хочешь измениться. Покажи мне не лучшую часть твоей жизни. Покажи мне то, чтобы ты не хотел, чтобы видели другие». Настал момент, когда он принял верное решение и сказал «Я не хочу притворяться, что все хорошо. Я хочу протянуть свою парализованную руку». Когда он это сделал, Иисус уже минуты исцелил мужчину. Не бойтесь и покажите сегодня ваши проблемы Богу. Не сомневайтесь и приходите в церковь. Даже не на таком окослужении, как наше. Скажите, я больше не собираюсь иметь дело со всем внешним и напускным. Я покажу свои недостатки. Я покажу все не самые лучшие моменты своего брака, семьи. Пожалуйста, исцели меня. Исцели. Некоторым людям нужно поменять что-то в их гардеробе. В одном из шоу, не помню его название, но в одном из шоу, которые мы иногда смотрим, меняют гардероб человека. Человек, у которого совершенно нет вкуса, посылают экспертов моды, а они выглядят словно только что вышли из музея. Понимаете, вы должны кое-чему научиться. И если вы не купили новую пару джинсов за 5 или 10 лет, то все пропало. Если вы не носите джинсы вот так, то это неправильно. Я просто пытаюсь вам помочь. Не обижайтесь на меня и не надо присылать мне электронные сообщения. Ребята, вы же не собираетесь носить это всю свою оставшуюся жизнь. Да вы просто халявщики. Идите и купите себе лавис. Вам не обязательно покупать обтягивающие джинсы. Просто купите себе прямые джинсы. В прямых джинсах вы будете выглядеть, что надо. Да ваши дети разрешат вам к ним подходить, даже когда рядом будут стоять их друзья. Если вы купите себе джинсы прямые, лавис, я пытаюсь помочь вам. И снимите это. Снимите. Все. Время от времени меняйте свой образ. Но дело в том, что они не выбрасывают какие-то вещи. Они хранят их у себя в шкафу. Они не покупают новую одежду. Если говорить о духовности, думаю, происходит то же самое. И они просыпаются воскресным утром каждый раз и начинают проверять свой духовный гардероб. Начинают его просматривать, что-то искать и говорят про себя. Посмотрим, что же мне сегодня надеть? Это мне идет. Думаю, сегодня я надену боль. Потому что моя семья причиняет мне боль. Мои дети причиняют мне боль. Мои родители причиняют мне боль. Кто еще? Мои друзья, церковь, проповедник, все причиняют мне боль. Поэтому я надену сегодня боль. Я пойду в церковь, но, видимо, я оттуда ничего не вынесу, потому что мне только что причинили боль. Мне так больно и обидно. А на следующий день они просыпаются и говорят, знаете, что я надену сегодня свое прошлое, потому что я ненавижу, что я сделал. Это было неправильно. И я так сожалею об этом. Я не могу радоваться сегодняшнему дню. Я не могу поверить в Бога и что-то хорошее в будущем. Поэтому я просто надену свое прошлое. Я ношу свое прошлое, я живу в прошлом, я думаю о нем, возвращаюсь к нему и снова переживаю каждую совершенную ошибку. И если это человеку недостаточно, то на следующий день он наденет самое важное – свою вину. И они приходят с этим в церковь. Во время молитвы и благословения Бога они не могут поднять руки, потому что они носят на себя вину. Как? Как я мог быть таким глупым? Как я мог это совершить? Но почему я это сделал? Я знаю, что я не нужен Богу. Бог не может меня любить. Он накажет меня, и я заслужил это. Я заслужил осуждение. Я не достоин Его благословения. Мне не следует ждать ничего хорошего от Него. А если этого будет недостаточно, то тогда люди наденут на себя страх. Я надену страх и отчаяние, и беспокойство. Я никому не покажусь, потому что боюсь, что друзья от меня откажутся. Я боюсь, что они узнают, что я ходил в церковь. Нет, мне, конечно, тут нравится, но я не хочу, чтобы об этом знали. Я надену страх. Я надену страх. Но иногда, если вы позволите Иисусу Христу, великому мастеру, войти в ваш гардероб, Он откроет и скажет, а что здесь сделать, то или это? Я позаботился об этом еще на Голгофе. Почему ты носишь это? Я уже омыл это кровью. Почему ты продолжаешь это носить? Я не говорил тебе носить это. Зачем ты относишь это? Все кончено. Я сказал, что все кончено. Я сказал, что я Бог новых начинаний. Я не хочу, чтобы ты жил, к сожалению. Сегодня новый день, новая жизнь, новое начало. И мое великодушие, почему ты живешь этой болью? Я готов исцелить тебя. Я готов сделать нового тебя. Я готов вознести тебя. И я не хочу, чтобы ты жил с этой болью. Я этого не хочу. Кто заставил тебя? Кто сказал тебе делать это? Именно так говорит мне моя жена. Кто сказал тебе, что это идет носить? Иди сними это. Откуда? Что? Откуда ты взял? Сними, пойди. Я не давал тебе чувство страха. Я давал тебе силу разума. Поэтому сними это. Пойди сними и больше не носи. Он приберется к вашему шкафу, если вы позволите ему. И затем он скажет, иди сюда, тебе нужен новый гардероб. Знаешь, что тебе нужно? Да, тебе нужно одеть немного радости. Ведь радость от Господа. И в радости твоя сила. Знаешь, что тебе еще нужно? Я думаю, ты будешь очень привлекательным в молитве. Я хочу, чтобы ты надел молитву. Я знаю, что тебе пришлось нелегко, но надень молитву, надень молитву для духа тяжести. А эта футболка моя любимая. Прощение. Надень ее и носи каждый день. Это футболка прощения. Носи ее, куда бы ты ни шел. Прощение своей слабости. Прощение своих проблем. Прощение ошибок. Прощение всего твоего прошлого. Надень и носи, потому что я дал ее тебе. Так, посмотрим, что тут еще есть. Вот и хорошо. Да, мне это нравится. Иногда тебе нужно что-то новое в твоем гардеробе. Каждый раз. Каждый раз, как только я окажусь в твоем духовном шкафу, я буду приносить новую милость. Библия говорит, каждое утро, каждое утро, возможно, вы будете изнашивать вчерашнюю милость, но это нормально. Я буду готовить для вас новую милость, свежую милость каждое утро. Просто надевайте ее, если вы мне доверяете. Воскресните те, кто верит, что Бог может обновить каждую вещь, что Он может полностью преобразить вас. В Старом Завете говорилось о проказе. Проказа — это грех. Проказа охватывала тело человека. Потом начинала течь кровь. И она просачивала через одежду. И одежда становилась заразной. А если этого было недостаточно, если этого было недостаточно, то в Библии говорится, что проказа проникала в дома и становилась видимой. Некоторое время назад я посвятил этому целую проповедь. Библия говорит, что стены дома прокаженного были в желтых и зеленых пятнах. И если это случалось, то первое, что нужно было сделать прокаженным человеком, громко кричать «Нечистый!» «Нечистый!» Этим людям приходилось признать, что им нужно измениться. Эта болезнь покрыла все тело. Я нечист. Первое, что нужно сделать, признать, что у вас проблемы, что вы нечисты, то есть, что вам нужно отмываться, нужно исцелиться и очиститься от проказы. Зачем эти люди шли к священнику? Священник говорил им снять одежды и пройти ритуальное омовение. Если они не могли очиститься от заразы, заболевания, из-за которого все время текла кровь и сочилась через одежду, то им приходилось брать новую одежду. Наконец, священник приходил в дом человека, и он запечатывал дом. Всех просили уйти из дома, и дом запечатывался. Он скреб камни, и если через несколько дней пятна не исчезали, строился новый дом, потому что старый дом был заряжен проказой. И все в этом доме, и вся атмосфера были заряженными, заразными. Это было ужасное место для проживания. Это было ужасное место для проживания, потому что все в этом доме заразились этой болезнью, потому священник запечатывал дом, но он работал над ним, соскребал стены, заменял камни фундамента и некоторые камни в стенах. И если пятна исчезали, это означало, что дом восстановлен. Могу вам заявить, что Бог может сделать то же самое с нашими домами в ваших семьях и нашим браком. Он может убрать разрушенные части семьи, уродливые части нашей жизни, те самые пятна на стенах. Горечь, злость, отчаяние, разобщенность с Богом может это все убрать и переделать. Внезапно в браке, где была ненависть, появляется любовь. Семья, которая была разобщена вновь объединилась. Внезапно там, где главенствовал враг, появляется атмосфера любви, мира и радости. Это воля Святого Духа. И последнее, что я хочу вам показать. В Библии говорится, что когда человек обрел свой дом, он прошел через полное обновление и в его шкаф пришло полное обновление и его жизнь и его тело полностью обновились, и он излечился от проказы. Священник брал кровь и масло и наносил на мочку правого уха человека, лечившегося от проказы, а также на больной палец правой руки и большой палец правой ноги. И говорил, «Ты обновлен, возвращайся к семье, возвращайся к детям, возвращайся домой. Тебе вернули твою жизнь». В Библии еще есть одно место, где совершался ритуальный обряд. Давайте посмотрим. Прокаженный — это человек, который представляет собой грех. Единственный человек, которому Бог повелел пройти. Тот же ритуал «Кровь на ухе», «Кровь на пальцах», «Руки и ноги», «Посвященная исповедь», «Посвященная работа» был первосвященник. Если ты собирался стать священником в храме, то нужно было пройти ритуал с кровью и маслом на ухе, руках и на ногах. Точно так же, как и в случае с прокаженными. Другими словами, Бог говорит, «Если ты худший из самых худших прокаженных или грешников, у меня есть сила изменить тебя настолько, что из прокаженных ты можешь перейти к царственному священству. Я могу сделать так, чтобы из изгоев ты стал святым всех святых. А если ты будешь священником, я буду пользоваться этим, чтобы ты возносил славу во имя мое». Мне не важно, что ты сделал, мне не важно, насколько ты плох. «Бог, у меня есть кровь, у меня есть Духа Святого Масла, что может превратить тебя из прокаженного в царственного священника». Некоторые из вас слушали меня сегодня и почувствовали себя блудными сынами. Вы покинули церковь, чтобы уйти с крутыми ребятами, но когда вы вышли, вы поняли, что это уже все не так уж круто. В итоге вы оказались в грязи и болоте, и он уничтожил, разрушил свой гардероб. Но мне нравится история про блудного сына, потому что Библия говорит, когда он вернулся домой с бесчестием, со стыдом, с виной, его увидел отец. Он приказал принести ему лучшее одеяние, новую обувь, дать перстень на руку. Я изменю своего сына, я изменю своего сына, я верну его в новом облике, потому что я Бог обновления. Если с вами такое случилось, помолитесь ему прямо там, где вы сейчас находитесь. Если ты почувствовал обновление, ты можешь поаплодировать. Вам нужно полное обновление? Вам нужен Бог, чтобы Он переделал ваш дом, семью, вашу жизнь? Если у вашей жизни нелицеприятные моменты, которые вы пытаетесь спрятать, спрятать, все же Господь говорит вам протянуть вашу слабую руку, показать ту часть, которая в вас скрыта. Он может обновить ваш дом, вашу семью. Его любовь придет к вам сегодня, и Он превратит вас из прокаженного в священника. Он может превратить вас из гоя в дочь или сына Господа. Давайте помолимся вместе со мной прямо сейчас, там, где вы находитесь. Отдайте Ему свой дом, отдайте Ему свое будущее, отдайте Ему свою жизнь. Просто скажите, Иисус Христос, я верю в Тебя, я принимаю Тебя как своего Спасителя. Скажите эти слова прямо сейчас. Сегодня я принимаю Тебя как своего Спасителя. Вот мой дом, вот моя жизнь. Дай мне новый облик силы, с этого Духа и кровью, которую ты правил на кресте. Я свободен во имя Иисуса. Я верю, что кто-то из вас, кто наблюдал за мной прямо сейчас, испытали чудо превращения. Иисус находится там, где вы сейчас есть. Он любит вас. Он начинает делать чудеса в этом доме прямо сегодня. И если вы захотите знать, кто еще молится с вами, наберите номер, который вы видите на экране, и дайте нам знать, что Бог сделал в вашей жизни. Так важно, чтобы вы рассказали что Иисус сделал в вашей жизни. Мы очень хотим услышать вас. Мы хотим помолиться с вами. И в завершение я хочу поблагодарить всех наших замечательных участников. Я просто поражен, что может делать Бог и что Он делает. И это я благодаря людям, как вы, которые смотрят эту программу каждую неделю. Вы не просто смотрите, «Благослови Господь вас». Эта программа была создана для вас друзьями и партнерами «Джентезенфранклин.org» «Джентезенфранклин.org» «pысшless мне вверх吧» «Иджентезенфранклин»